Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, уважаемые владельцы наших питомцев! Сегодня я хотел, наверное, раскрыть, насколько это возможно, вопрос о самовоздоровлении. На самом деле это прям ключевой, базовый вопрос, который нужно понять и осознать, когда вы заболели или когда заболел ваш питомец. Почему это важно? Потому что вот все ваши действия, которые вы начинаете совершать после этого момента, когда вы осознали болезнь, то есть тот диагноз, эту болезнь, которую получил ваш питомец, может ли сама пройти, а вот ваши действия после того, как вы осознали, будут совершенно другие, чем если бы вы вообще не задавали себе этот вопрос. То есть в чем вообще смысл и в чем проблема именно этого сложности в понимании этого вопроса? К сожалению, очень часто не ставятся диагнозы. Из-за того, что не ставятся диагнозы, ветеринарный врач не может составить прогноз, медицинский прогноз. Не то, что там ему взбрело в голову, да, просто чтобы сказать что-то владельцам, да, а именно нормальный медицинский прогноз. Так вот, когда составляется медицинский прогноз, всегда оценивается вероятность самовоздоровления. И если болезнь такая, что в лечении ее врач не нужен, лучше будет, если врач вообще к пациенту подходить не будет. Это будет лучше для всех. Это будет лучше для пациента, это будет лучше для, собственно говоря, владельца пациента. Ну и, в принципе, на самом деле в глубинных вопросах уже и даже для самого же и врача. Вот. Это прям очень важный момент. Поэтому, как только ветеринарный врач поставил вам, вашему питомцу, какой-то диагноз, спросите, задайте ему вопрос. И если вы ветеринарный врач, задайте вопрос, собственно говоря, самому себе. А вот эта болезнь вообще может сама пройти? Может ли быть самовоздоровление? И если самовоздоровление может быть, тогда лечить болезнь не нужно. Потому что нежелательные эффекты от, собственно говоря, лечения или применения каких-то препаратов, они будут выше, опасность их применения будет выше, чем ничего не делать. Практически на каждом приеме, когда приходят владельцы, я пытаюсь эту тему затрагивать. Я могу сказать, что у меня на самом деле это очень плохо получается. Очень сложно разъяснить владельцу, что болезнь не требует лечения. Очень сложно владельцу разъяснить, что болезнь, наоборот, требует лечения. Ну, в моей практике есть много пациентов, которые я точно знаю, что поправятся сами, что бы я ни делал. Вот. И есть очень много пациентов, которых я тоже знаю, что они точно не поправятся, если я ничего не буду делать. Да? То есть, если речь идет о опухолях головного мозга, вариантов самовоздоровления нет. Новообразования легких, там какие-то либо, да, вариантов самовоздоровления нет. Ну и так далее. То есть, практически все болезни, да, которые вызваны теми или иными опухолями либо новообразованиями, то есть варианта самовоздоровления не существует вообще никогда и никакого. То же самое с портосистемными шунтами. То есть, не существует вариантов, когда шунт сам закрылся. То есть, нет таких пациентов и не бывает, что раз и шунт сам закрылся. То есть, произошло самовоздоровление. И вот на этот вопрос всегда надо ответить, а я или ваш питомец заболел той болезнью, которая требует лечения, либо нет. Потому что, потому что иначе начинается использование препаратов. Часто вот использование как раз не препаратов, не препаратов типа гомовита, травматина и всего остального, салкосерилов, мексидолов, мецидинов, там всего-всего-всего-всего, сывороток. Оно как раз и используется рядом врачей для того, чтобы сымитировать лечение, когда врач знает, что болезнь не так пройдет. То есть, он знает, что болезнь не так пройдет. Поэтому, что бы ты ни назначил, болезнь все равно всегда пройдет. Я пару раз болел коронавирусом в прошлом году, когда еще у нас был эпоха коронавируса. Я знал, что я заболел коронавирусом. Я знал, что если я буду делать ничего, то, собственно говоря, болезнь пройдет. Ну и все. Она и прошла. Два раза. До этого были какие-то другие вирусные болезни в моей жизни. Моя мама, будучи врачом, ставила мне банки. Она думала, что она меня лечит. Я тоже думал, что она меня лечит. Но сейчас никто не ставит банки и болезнь заканчивается точно так же. Потому что есть болезни, которые проходят сами. Если я шел по, там, где-нибудь шел, ударился, например, коленкой, я знаю, что у меня болит сейчас коленка, потому что я ушибся буквально там вчера. Да? И что я буду делать? Я буду делать ничего. Вот. С нашими пациентами ситуация немножко другая. Любой владелец пытается давать какие-то препараты. Да? То есть и объяснить владельцу, что если ваша собака шла, попала там куда-нибудь в небольшую переделку какую-то, да, там, у нее есть ушиб, например, да, даже пускай сустав или там нет переломов, нет ничего, есть ушиб сустава, например, то он пройдет сам. Да? Если у собаки ранка, ну, шла собака или кошка, да, там, порезалась, проткнула себе что-нибудь, да, там, ну, у нее небольшое повреждение, то это повреждение само заживет. Что мы делаем с вами, когда порежем палец ножом, да? Ничего. Ну, помыть можно, да, там, обработать и все, заклеить и все. Наш организм сам себя восстановит. Никто не пытается, там, колоть себе десять уколов, чтобы рана быстрее зажила, чтобы что-то, там, быстрее как-то соединилось и так далее. Вот. Поэтому используйте просто здравый смысл в своей работе. Если ваш питомец заболел, понятно, что достаточно сложно использовать здравый смысл, потому что человек находится в состоянии стресса и не может, в принципе, понять, что вообще происходит. Да? И, ну, постарайтесь свои эмоции все-таки контролировать и здраво рассуждать. То есть, той болезнью, которой заболел мой питомец, есть вариант самовоздоровления или нет. Потому что это и является самым важным и самым ключевым вопросом. Как только вы отдали на него ответ, у вас сразу становится понятно, что надо делать. Если болезнь сама не может закончиться, не может пройти, надо ее лечить. Если болезнь может сама закончиться с огромной вероятностью или практически с вероятностью 100%, то надо делать что? Делать ничего. Потому что лечебное ничего приведет к выздоровлению. И плюс к этому вы не получите нежелательных эффектов от препаратов. А если вы использовали не препараты, ну, типа, там, салкосерилов, гомовитов, эссенциали и так далее, и так далее, всякой вот этой ерунды, да? То тогда вы не будете, собственно говоря, способствовать распространению вот этой заразы в нашей среде, да? То есть, ну, вы не будете способствовать распространению вот этих нелекарств, ну, хондропротекторы и так далее. Список огромный. То есть, он гораздо больше, чем список лекарственных препаратов, да? То есть, поэтому вы поправитесь, ваш питомец поправится, вы не будете кормить сами знаете кого, да? Ну, и, собственно говоря, самовдоровление наступает самостоятельно. Наш организм так приспособился, вот, и в большинстве случаев, если ему не мешать, он выздоровеет сам. А те болезни, которые не могут пройти самостоятельно, надо лечить быстро, максимально эффективно, не откладывая на завтра, если у тебя опухоль в головном мозге, ее нужно удалить сегодня, а не завтра, потому что вероятность выжить, не ударив опухоль, у тебя нет, а пока не наступили, ну, собственно говоря, вот эти симптомы увеличения объема, ну, черепа, объема, можно так сказать. Ну, есть такое понятие, масс-эффект. Вот опухоль, она имеет определенный объем, и вот этот объем, собственно говоря, выжимает мозжечок, головной мозг, и из-за этого наступает смерть. То есть вот нужно начинать лечение до того момента, когда появились, вот, собственно говоря, симптомы. И тогда результат будет намного лучше. Вот. Это то, что я хотел сказать. Если у вас появляются вопросы, с удовольствием буду на них отвечать. До свидания, до новых встреч. Смотрите наши следующие эфиры. Я надеюсь, что интернет никуда не денется. Если денется, смотрите, значит, на других каналах, потому что, собственно говоря, мы как лечили животных, так и лечим. Лечим их уже, я лечу уже 30 лет, и, собственно говоря, буду продолжать и дальше этим заниматься. И, что, наверное, немаловажно, все в нашем мире заканчивается, вот, но необходимость лечения наших пациентов, она все равно была, есть и будет, пока, собственно говоря, есть мы и есть наши пациенты. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok